МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба телекомпании Ирбис. В эфире новости. В студии работает Владимир Чубенко. Здравствуйте. Главные события, факты и комментарии. Но вначале коротко о главном. Через пять лет жители частного сектора в Павлодаре могут забыть, что такое печи. Тупится два раза в день. Но если будет газ, мы только за. Новое мини-футбольное поле в дачном микрорайоне вызвало критику в адрес чиновников. Да, все хорошо, все красиво. Сетку накинули, вроде все красиво, но качество ноль. В 151-й многоэтажке по-прежнему нет горячей воды. Железнодорожный мост через Иртыш останется без подсветки. Почему, расскажем в новостях из соцсетей. Спонсор новостей – Аксусский завод ферросплавов. Один из крупнейших производителей и поставщиков ферросплавов в мире. Павлодаре обсудили реализацию задач, которые поставил президент страны Касым Жомар Токаев на Курул-Тае. Тогда была емко обозначена новая формула прогресса. Ответственный человек, честный труд, заслуженный успех. Участником круглого стола в Павлодаре стал советник президента Республики Казахстан Малико Тарбаев. Перед ним выступили спикеры из разных сфер. К примеру, народная избранница Динара Айджанова подняла вопрос трудовых отношений. Она раскрыла такие понятия, как защищенность работников, социальная справедливость. Ведь это здорово, когда представители, грубо говоря, всех сфер, собираются за одним круглым столом с представителем администрации президента и говорят о важнейших моментах реализации внутренней политики нашей страны. И здесь, знаете, еще самое важное, что проявляется принцип слышащего государства, открытого диалога. Напомню, свое видение главных ценностей казахстанцев Касым Жомар Токаев представил в марте. Президент подчеркнул, что в приоритете должны быть дисциплина, честный труд и взаимоуважение. Азамат Айтхалин, Александр Колесников, телекомпания «Ирбис». Заменить печное отопление на газ в городах Павлодарской области призывают экологи. По словам экспертов, это лучшее решение, чтобы значительно облегчить нагрузку на окружающую среду в населенных пунктах. К тому же уйдет и проблема с нехваткой тепла. На сегодня получить техусловия на подключение центрального отопления, говорят павлодарцы, настоящая проблема. Есть ли перспективы перейти на жидкое топливо, выяснял Артем Клеван. В Павлодаре так называемые газгольдеры демонтированы еще не везде. Это яркое напоминание об эпохе, когда был, а у нас в квартире, газ. Между тем, экологи высказывают мнение, что на сегодня этот вид топлива облегчил бы ситуацию в частном секторе, заменив печное отопление. Вера Давыдовна в Павлодаре с середины 60-х годов и всю жизнь топит печку. Даже сейчас, в мае, ведра с углем таскают в дом. Процедура, признается пенсионерка, не самая легкая, к тому же небезопасная. Говорят об этом и спасатели. Ни один зимний период не обходится без пожара в частном секторе. Как раз таки из-за неотлаженной системы печного отопления. Мы топим печку два раза в день углем, дровами, сперва дрова ложим, потом уже уголь. И вот она топится два раза в день. Но если будет газ, мы только за. Только за, потому что когда вот дрова и уголь намного грязнее, вот этот вот, когда вот чистишь печку, вот это же выходит вот этот вот газ. И два раза в году мы чистим саму печку, чтобы не было пожара. В Павлодаре порядка 17 тысяч домов частного сектора с центральным отоплением лишь 4,5 тысячи. Экологи говорят, в холода, которые у нас длятся чуть ли не 9 месяцев в году, печное отопление дает большую нагрузку на окружающую среду. Как результат, выбросы влияют на здоровье самих же горожан. Это целый комплекс. Вообще углекислый газ, азот, 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 они влияют на, прежде всего, сердечно-сосудистую систему, на основное дыхание, соответственно, и на состояние нервной системы и человека. Поэтому, ну, всем нам зависит на такое состояние, как говорят, человек угорел. Это и есть отравление углекислым газом, но тоже крайний степень. Экологи предложения выдвигают по газификации не первый год. В 2024-м чиновники к решению вопроса все же подошли основательно, отчасти после поручения президента страны. Сейчас в Министерстве энергетики рассматривают два пути. Доставлять жидкое топливо в Павлодарскую область с запада Казахстана через Астану, либо из России. В первую очередь, естественно, будут газифицированы города, далее уже по районам, поселкам, какие сельские населенные пункты возможно газифицировать, какие невозможно газифицировать. Все будет еще рассматриваться. По перспективе, ближайшая перспектива рассматривается около пяти лет. Для реализации масштабного проекта необходима инфраструктура, а потому и срок реализации столь длительный. Кстати, речь ведут лишь о частном секторе. Многоэтажные дома Павлодара когда-то были подключены к газу и установке, сохранившиеся в некоторых дворах яркое тому напоминание. Сейчас же они восстановлению не подлежат. Кстати, и применение этим территориям чиновники так и не нашли. Напомню, была история с магазинами у дома, которая обернулась массовыми жалобами от горожан, и проект свернули. В 2020-м году почти все участки вернули обратно государству. В городском окемате сообщили, на сегодня они на балансе не числятся. Артем Клеван, Герман Сосновцев, Дамир Ешанов, телекомпания «Ирбис». Железнодорожный мост через Иртыш останется без подсветки. Напомню, на нем планировали установить прожекторы и медиаэкран размером более 250 метров. Но госзакупку на 150 миллионов тенге прокуроры отменили. О самых обсуждаемых новостях в соцсетях в нашей традиционной рубрике. В марте предложение подсветить мост возмутило общественников, которые выяснили, что объект находится на балансе Казахстан-Темржолы. Позже в компании сообщили, что со своей стороны считают реализацию проекта невозможной. Уточнили, установка декоративной подсветки и медиаэкрана на пролетных строениях будет препятствовать работам по содержанию и ремонту моста, а также его безопасной эксплуатации. Надзорный орган тоже в стороне не остался. Неэффективное расходование бюджетных средств пресекли. С начала года 943 родителя были привлечены к административной ответственности из-за ночных прогулок их детей. Некоторых из них находили в ночных клубах и барах. В полиции рассказали об одном из случаев, произошедшем в Павлодаре. Так, проходя по проспекту Назарбаева, сотрудники встретили двух подростков. Их родители определили и сразу привлекли к ответственности за то, что не досмотрели за несовершеннолетними. Вы знаете депутатов в лицо? Вопрос дня телекомпании «Ирбис». Десятки пользователей поспешили ответить. Только перед выборами красуются и обещают вечное блаженство. Не видели? Даже не знаем кто. А они существуют? Надоели сквозняки? Плохо закрываются окна? Беспокоитесь за безопасность ваших детей? Ремонт «Окнопласт» спешит на помощь. Сервисное обслуживание и ремонт пластиковых окон с предоставлением гарантии на качество выполненных работ. Замена уплотнителя, стеклопакетов, установка откосов, отливов, замена подоконников, пластиковых порогов, ручек, фурнитуры. В Павлодаре и Аксу диагностика бесплатная. В близлежащих селах – тысяча тенге. Ремонт «Окнопласт» предлагает самые выгодные условия. При ремонте двух и более окон регулировка створок плюс чистка механизмов – в подарок. Также действует специальное предложение для пенсионеров и льготников. Скидка – 10%. Оформить заявку и вызвать специалистов на бесплатную диагностику можно в удобное для вас время. Обращайтесь по телефону 8 747 816 19 02. Ремонт «Окнопласт». Поможем. Улучшим. Утеплим. Во дворе домов по проспекту Назарбаева 291 и 293 на новом футбольном поле разваливаются современный 3D-забор. Но ремонтировать его никто не спешит. По словам местных жителей, в Акимате о проблеме знают, но ничего не предпринимают. А дети тем временем гоняют мяч между прутьями. В футбольное поле жители дачного микрорайона просили с 2017 года, а радовались ему недолго. Корт установили осенью прошлого года и буквально через неделю сетка посыпалась, жалуются люди. Ограждение не выдерживает ударов мяча и с каждым днем все больше разваливается. Да, все хорошо, все красиво, сетку натянули, вроде все красиво, но качество ноль. Мы как жители просто нас интересуют, кто сдавал, кто организовал прием, какая-то приемка была или не была, как это все происходило и почему так происходит. Здесь весь играет, весь дачный микрорайон. У нас 16 многоэтажных домов. Данное футбольное поле, оно у нас одно. Детей очень много. Заняты дети спортом. Сегодня просто погодные условия подвели, а так здесь кишит дитями с утра до вечера. Вечером выходят взрослые люди играть. Такая же проблема во дворе на Машхур-Жусупа-286. На обращения жителей чиновники не реагируют. Сегодня в городском Акимате также не посчитали нужным прокомментировать ситуацию журналистам. А в отделе спорта просят подождать. Футбольные поля ремонтируют по графику. В дачный приедут чинить порядки очереди. Александра Петрова, Александр Колесников, телекомпания «Ирбис». Сейчас прервемся на короткую рекламу и затем продолжим знакомить вас с материалами корреспондентов телекомпании «Ирбис». Ну а еще впереди новости спорта и специальный информационный блог. Дождитесь, будет интересно. Автосервис «Экспресс» Автосервис «Экспресс» оказывает услуги по ремонту и техническому обслуживанию легкового и коммерческого автотранспорта высотой около 4 метров. Российского, корейского, китайского, европейского и японского производителей. Выполнит кузовные работы, покраску кузова, сварочные работы, работы выхлопной системы, компьютерную диагностику, ремонт ходовой части, ремонт двигателей, мелкосрочный ремонт, промывка от топителей печек. Проверит геометрию колес, регулировку развал схождения, проведет шиномонтаж и балансировку колес. Автосервис приглашает сотрудничать организации на договорной основе. Адрес улица Малая объездная 4-5, контактные телефоны 8771-425-7002 и 8771-475-7002. Глава региона посетил Экибастуз с рабочей поездкой. В городе Горняков возводят ряд социальных объектов, а также идет подготовка к отопительному сезону. В ходе гидравлических испытаний выявлено 82 повреждения. Все подробности знает наш корреспондент. Гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных сетей в городе Горняков проходят в 4 этапа. Устраняют выявленные повреждения 20 бригад. Завершить испытания и устранить все дефекты специалисты планируют до 10 июля. Между тем, на Экибастузской ТЭД запланирован ремонт котла номер 15. Проведут замену 85% поверхностей нагрева, вспомогательного оборудования, системы электронасосов, вентиляторов. У нас были при запуске отопительного сезона жалобы. Но это было до того момента, пока гидравлический режим, температурный режим был не выставлен. Правильно? Да. А так в целом у нас крупных каких-то остановок и так далее не было. Не было. Оборудование отработало достаточно надежно. Даже сильные морозы мы нормально прошли. Были же морозы в декабре, в январе. Масштабный проект в Экибастузе – строительство Центра детского творчества. Напомню, его возводят по поручению президента страны. На данный момент объект готов уже более чем на 50%. Задействовано 72 человека. В целом темпы очень хорошие. Понятно, что из-за погодных условий, наличия дождей и осадков, некоторые задержки были по наружным работам. Но, тем не менее, подрядчики уже, согласно графику, нагоняют работы. Я думаю, что в любом случае цель – завершить объект к концу августа месяца этого года. А в школе номер 17 идет капитальный ремонт бассейна. Работы здесь начали в апреле. Завершить планируют до конца июля. А сейчас строители занимаются отделкой внутренних помещений. Азамат Эйдхалин Дамиришанов, телекомпания «Иргиз». Теперь экономические новости. Сегодня ведущая рубрика Александра Петрова. Саш, приветствую. Чем чаще пользуешься – карточкой или наличными? Привет, Владимир. Оплачивать покупки и услуги мне удобнее картой. Тем не менее, в последнее время в Казахстане живые деньги набирают популярность. Даже несмотря на развитый онлайн-шоппинг. Здравствуйте. По данным Ранкинг КИЗ, в первом квартале жители страны сняли с платежных карточек 5,6 триллионов тенге. Это на 14% больше по сравнению с 2023. При этом показатель впервые с 2015 года опередил рост объема безналичных платежей. Больше всего наличных сняли в Алматы – 1,7 триллионов тенге. В Фавлодарской области – 198 миллиардов тенге. Какой бы способ оплаты вы не предпочитали, не пропустите распродажу весенней и летней обуви. В ассортименте и мужская, и женская коллекции. Обувь изготовлена из высококачественных материалов, что обеспечивает комфорт ногам. Цены от 5000 тенге. Скидки до 50%. Распродажа состоится 1 июня в субботу по адресу улица Тарайгырова, 28, дропе 1. Вход через аптеку. Бутик «Глассман» продолжает радовать клиентов выгодными акциями. При покупке костюма на свадьбу, галстук, рубашка и укладка жениху в подарок. Размеры костюмов от 48 до 58. Успейте приобрести свой. Бутик работает с 10 утра до 8 вечера по адресу улица Академика Сатпаева, 130, торговый дом Сити-Центр, второй этаж. Будьте всегда на стиле вместе с «Глассман». Купили костюм. Есть еще одна важная деталь. Цветы. Они служат для проявления чувств, поздравлений или украшения интерьера. Обязательно посетите салон «Комплимент». Ведь там любая композиция – это сочетание неповторимой нежности и красоты. Опытные флористы помогут собрать идеальный букет на ваш бюджет. Салон «Комплимент» находится по адресу улица Тарайгырова, 109. Покупателей ждут с 9 утра до 9 вечера, а с 7 утра до часу ночи можно заказать доставку. Впереди долгожданный период отпусков. Туристическая компания «Анара Компани ПВ» запускает ранее бронирование на прямой рейс «Павлодар-Алаколь». Получите незабываемое впечатление от поездки на озеро, где вода в бархатный сезон, как парное молоко. А пляж располагает расслабиться и забыть обо всех проблемах. Кроме этого, Алаколь славится своими целебными свойствами. Лечебная грязь нескольких видов может положительно отразиться на вашем здоровье. Стоимость тура от 85 тысяч тенге. В нее входит проезд в обе стороны на автобусе со спальными местами, проживание в доме отдыха 5 ночей и трехразовое питание. Не упустите шанс отдохнуть красиво. Первый рейс 14 июня. И в завершении курс валют. В «Павлодаре» доллар стоит 445 тенге 70 тин, евро 482 тенге 30 тин, рубль 4 тенге 99 тин. И у меня на этом все. Владимир. Спасибо. Продолжаем выпуск. Когда закончится это безобразие? Павлодарцы второй месяц переживают отключение горячей воды. После гидравлических испытаний половине домов в северной части города ее так и не дали. К слову, без горячего водоснабжения все еще остается 151 многоэтажка. Мы, жильцы, Назарбаева 13, вот крик души просто. Воды нет горячей уже второй месяц. С первого по шестой подъезд. У нас 12-й подъездный дом. С седьмого по двенадцатый включили воду горячую. С первого по шестой нет. Что за безличка людей? Несмотря на позитивные прогнозы синоптиков, весна в «Павлодаре» выдалась все-таки холодной и совсем не радует горожан. 22 апреля вместе с отоплением жителям дома номер 13 по проспекту Назарбаева отключили и горячую воду. Ее, к слову, нет по сей день. Хотелось бы узнать, мы запитаны вообще одни, с луны или откуда мы запитаны, потому как только у нас в шести подъездах нет горячей воды. Когда закончится это безобразие, это ежегодный прецедент. Я имею в виду не только этого года. Я проживаю в этом доме с рождения 50 лет, и вот за все 50 лет это постоянная причина. КСК работы в доме не проводит, поэтому узнавать причины отправили в тепловые сети, говорят люди. Им энергетики сообщили, разбираться начнут 5 июня, и то, сказали жильцам, не точно. Тут либо терпеть, либо покупать водонагреватели. Нет, я пенсионер, я не могу себе позволить. Так же и сосед говорит, у меня дети, здесь детки. Дети вон на втором этаже, слышу, кашляют. Уже два месяца дети кашляют. Вот на первом этаже живу, холод. Горячее водоснабжение временно отсутствует у потребителей с первого по шестой подъезды. Причина устранения повреждения на квартальной тепловой сети от камеры до первого ввода выявлена при проведении гидравлических испытаний. Ориентировочная дата устранения повреждения и подключения горячего водоснабжения 5 июня. Между тем, после гидравлических испытаний из 1299 многоэтажек горячей водой обеспечили 1148. В 151 доме работы по подключению еще продолжаются, сообщили в энергетической компании. Асиля Скирбекова, Станислав Кейкен, телекомпания «Ирбис». Отремонтировать лавочки на остановке по улице Баян-Батыра просят повладарцы. По словам людей, ножки и корпус держатся на кирпичах. Пассажиры говорят, что на их просьбы пока никто не отреагировал. В надежде видео прислали в нашу постоянную рубрику «Мобильное приложение». Там все подробности. Давайте смотреть. А это у нас многострадальная лавочка. Уже капкорку люди поставили. Тут старта снята. Третий раз прошу. В том году два раза и в этом уже отремонтировать. по улице Баян-Батыра 7 на остановке «Мира». Просьба помочь разобраться с тепловыми сетями. Уже второй год парит вот этот колодец и вот этот ТЭЦ, видите, уже угол отваливается. Просто отваливается. И трубы идут со стороны Камзина 20 и приходят в этот тепловой узел. И обогревают наши вот такие Суворова 7-1 и Стая 101. Вот эти все дома. Мы уже два года бьемся с той стороны, со стороны улицы вообще там. Обращаюсь к властям города. Пожалуйста, сделайте, пожалуйста, красоту на берегу Иртыша в городе, в пределах города. Вот такой вот бурелом по всему берегу. Можно же кран поставить с воды, чтобы это все собрали дерево. Зачем это? Берег такой некрасивый. Ранее я вам сообщала, что разбирает плитку. И вот здесь ее складывали. Была большая куча. Уже половину растащили. Видите, что творится? Вот. Куда отделась она? Конечно, она здесь лежит бесхозная. Заврали, кому не лень. К себе во двор может кто-то плитку положить. Вот зачем разобрали, спрашивается. Завод «Эми» – единственный в Павлодаре, где производят современные котлы длительного горения марки «Эльбрус». Их изготавливают на профессиональном автоматизированном оборудовании. Вся продукция соответствует высоким стандартам качества и прошла сертификацию. Гарантия – до 5 лет. Котлы мощностью от 15 до 1000 кВт подходят как для домов, так и для коммерческих помещений. Они пользуются спросом по всему Казахстану. На заводе есть свой конструкторский отдел, где рождаются чертежи будущего изделия. Важный момент. Котлы «Эльбрус» реализуются без наценок, поэтому они дешевле рыночной стоимости, ведь все поставки напрямую от производителя. Если вам нужен качественный товар, который прослужит долгие годы, обращайтесь на завод «ЭМИ». Он находится по адресу Центральная промзона, 230. Подробную консультацию вы получите по номеру 8 708 306 17 18 66 04 03 или на сайте pzmi.kz Уже месяц у жителей домов по улице Олжабая-Батыра нет горячей воды. Почему? Попыталась выяснить Алина Тимиргалиева и сейчас расскажет в коммунальной сводке. Горячей воды в домах номер 30 и 32 по улице Олжабая-Батыра нет с конца отопительного сезона. Кипяток отключили на время гидравлических испытаний. Внутриканальный трубопровод проверку на прочность не прошел. Когда порыв устранят, неизвестно. Обещали в конце мая, но потом сроки перенесли. По графику 27-го должно быть. Но уже был такой случай, что они сказали, что так как здесь народу мало, тем более общаги, то мы это будем делать в последнюю очередь. У нас уже был такой случай, поэтому мы просто уже вынуждены пригласить. Может быть, они все-таки зашевелятся. Вот такая воды горячей нет, поэтому не очень удобно. Руки мерзнут. У нас в доме очень много детей. Также у нас есть инвалиды в доме, которые на коляске, и плюс еще нет холодной воды. Люди себя и так сложно обслуживают. Еще не могут ни помыться, ничего не принять, душ. Греем воду, дома холодно. Люди устали греть воду и терпеть неудобства. Через нашу коммунальную сводку просят коммунальщиков и работников компании «Монополиста» поспешить с ремонтом. Теперь о плановых отключениях на 31 мая. В пятницу с часу дня до пяти вечера света не будет по улице Кривенко в домах под номерами 81, 83, 85, 87, 87, дробь 1. Также останутся без электричества жители многоэтажек поестая 134, 134, дробь 2, 136, 136, дробь 1, 140, 142, 142, дробь 1, Бекмаханово 39, Фурманово 76 и 79. Причиной отключения станет ремонт трансматорных подстанций. Также приостановят подачу электроэнергии на уже с 9.00 до 17.00 в поселке Жанаул, а также в садоводствах Реченька и Клен. Там запланирована обрезка деревьев в охранной зоне. В Палладарском ВУЗе прошла встреча, посвященная Дню памяти жертв политических репрессий. Это одна из самых трагических страниц истории Казахстана, когда погибли миллионы людей. Сегодня ученые ведут работу по поиску имен без вины осужденных и их реабилитации. Подробнее в нашем сюжете. Перед собравшимися выступил советник президента Республики Казахстан Малик Оторбаев. Он отметил, что инициировал работу по восстановлению исторической справедливости глава государства. И сегодня в этом направлении ведется большая работа. Вовлечены ученые, общественники, все неравнодушные жители, в том числе в Павладарской области. Большой импульс в работе по восстановлению исторической справедливости в отношении жертв репрессий придал изданный 24 ноября 2020 года указ президента Республики Казахстан о государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, благодаря которому в стране были созданы республиканские и региональные научно-исследовательские группы, в состав которых вошли архивисты, ученые, представители духовенства, общественные деятели. Задачей комиссии стал поиск документов о периоде массовых репрессий. Поэтому рабочие группы в первую очередь сконцентрировались на архивах. Благодаря исследованиям уникальных материалов удалось выявить десятки тысяч фамилий, узнать места захоронений и издать сборники документов. Работа в этом направлении продолжается. Азамат Айтхалин, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Ольга Сафронова провела два успешных европейских турнира. В Германии наша легкоатлетка завоевала серебряную, ну а в Венгрии две бронзовые медали. Новости спорта сразу далее, так что не переключайтесь. Ее педагог говорит, что гениальности этого ребенка нет предела. Мы специально пригласили в студию сегодня двух гостей. Это Маляка Крумбаева и Наталья Протская. Какой у тебя характер? У меня я очень добрая. Просказывайте, как педагог по вокалу вот это вот замечательное дарование удается раскрыть и сделать из нее, ну не вот такую вот, я не знаю, ромашку, а вот такую розу. Стоишь перед ними, показываешь, как это все нужно делать эмоционально, руками, ногами, пляшешь. Она стоит на тебя, смотрит сначала растерянная. А что делать? Как ты дошла до музыкальной школы и как кто тебя подопнул, прости меня, еще на каратэ? Сначала мне мама сказала то, что давай пойдем на вокал. Я говорю, ну хорошо, пойду. Мне понравился бокс. Я прям боялась выйти на сцену. Ну это нормально, да. Это нормально. Ну волнение должно быть, но без него никак. Я тоже волнуюсь, я тоже переживаю. Ну это не должно быть до потери пульса и несознания. А я смогу, а я смогу, а я смогу это все сделать сегодня. Сегодня. Проект «Откровение» и «Я – дети». Смотрите в субботу на телеканале «Ирбис». Браво, брависсимо, просто здорово. Сборная Ю-19 примет участие в международном турнире в Тирасполе. Кроме футболистов Молдовы и Казахстана, в нем также выступят команды из Азербайджана и Турции. Перед вылетом наши юноши проведут учебно-тренировочный этап. В субботу игроки соберутся в Толгаре. Главный наставник вызвал 25 человек. В составе есть воспитанники Павлодарской школы. Это нападающий Тамерлан Агиманов, выступающий за Экибастуз, а также Илья Сабиль. Полузащитник сейчас представляет молодежный клуб португальской «Жил Висенте». Первый матч казахстанцы сыграют 4 июня против азербайджанцев. Долгожданная победа. Футболисты Аксу в восьмом туре нанесли поражение дублером «Жениса» 2-0. Последний раз добавить очки в таблицу Павлодарцам удалось в начале мая. В четвертом туре футболисты Аксу в гостях миром разошлись с дублерами «Алтай», а потом для нашей команды началась черная полоса – серия поражений. В принципе, да, очки потеряли, но все впереди, думаю, это только начало, так как команда у нас молодая. Многие из нас дебютируют во второй лиге только, так что, думаю, все еще впереди. Тренер тоже понимающий, молодой, только ведет вперед и поддерживает тренерский шаг хороший. В восьмом туре Аксу принимал дублеров «Жениса». Для соперников поединок принципиальной команды «Соседи» в таблице. Наши футболисты на десятом месте, гости из столицы располагаются на строчку ниже. Игру начали без разведки, но в первом тайме никому не удалось скрыть оборону. После перерыва хозяева заработали право на пенальти. 11-метровый точно исполнил Анатолий Козлов. 1-0 и повладарцы усилили давление на ворота Астанчан на 88-й минуте. Родион Моисеев забил второй гол, который оказался победным для Аксу. Три медали завоевали повладарцы в первый день чемпионата Казахстана. Первенство среди спортсменов с нарушением слуха принимает Каскелен. Соревнования начали представители вольной борьбы, а затем на ковер выйдут мастера греко-римского стиля. Финальный поединок провел Еркебулан Токтаганов. Совсем немного не хватило нашему земляку до победы, у него серебро. Бронзовыми призерами стали Арман Жамаов и Еркын Солтанбаев. В чемпионате республики выступают 188 участников из 12 команд. От нашей области в заявке 5 борцов. Казахстанские акробаты вернулись из Болгарии. Успешно в составе сборной выступили повладарцы. Наши молодые спортсмены привезли 4 медали. В Болгарском Бургасе параллельно Кубку мира провели грандиозный турнир среди юниоров и молодежи. Свои силы повладарцы проверили во всех стартах. Наиболее успешным получилось выступление в последнем. Егор Ясенко и Анастасия Сельская в смешанном дуэте вице-чемпионы. В международном турнире за медали акробаты боролись отдельно в каждом упражнении. В динамическом и балансе Захар Базилевич и Ильяс Мухтасаров взяли бронзу. Выше спортсмены США и Израиля. А в комбинированном казахстанцы выиграли серебро. В балансе упражнение у нас прям очень маленький отрыв был от Израиля. Но чуть-чуть не хватило. И вот в третьем упражнении собрали, все сделали хорошо и обошли Израиль. Все составы очень сильные. С Украины ребята довольно сильные. С Америки также. К чемпионату мира надо будет основательно подготовиться. Там было 18 стран. Приехало большое количество народу. Именно потому, что все ждут сентября. Все готовятся к сентябрю, к чемпионату мира. И все опробуются на данных соревнованиях. Они обкатывали свои упражнения, которые они будут показывать в Португалии на чемпионате мира. Среди молодежи. В Португалию готовятся поехать несколько повладарских составов. Выступят акробаты на чемпионате мира среди сеньоров и первом молодежном первенстве. А ближайший для наших спортсменов турнир будет домашним. Заявки на участие в Иртышских зорях уже сборной из 12 стран. На Олимпиаде в Париже Казахстан впервые будет представлен в соревновательной программе во всех трех видах гимнастики. У спортсменов сейчас предстартовая пора. Они проводят ряд контрольных турниров. Кубок мира в эти дни принимает Словения. Сборные по спортивной гимнастике из 30 стран собрались в Словении. В Копере сегодня стартует Кубок мира. На этапах ничего подобного специалисты не припоминают. Обычно участвуют 15, максимум 20 команд. Это этап, уже заключительный этап перед Олимпийскими играми. Поэтому сюда приехали одни из ведущих гимнастов и гимнасток со всего мира. Очень представительный этап Кубка мира. В нем принимает участие наш спортсмен Павлодарский Маминов Рамбан. Он будет выступать на четырех видах. Сегодня в вечерней сессии Павлодарец выступит в вольных упражнениях и на кольцах. В пятницу самый молодой гимнаст в составе казахстанской сборной продолжит турнир на брусьях и в опорном прыжке. Задача перед нашим земляком стоит серьезная – попасть в финальный этап Кубка мира. А значит в восьмерку сильнейших. И это были новости спорта. Но мы еще с вами не прощаемся. Впереди специальный информационный блок. Продолжение следует... Вот таким был сегодняшний день. Запомните его. Новостей на сегодня больше нет. Смотрите лучшее, читайте первыми. В студии для вас работал Владимир Чубенко. Всего доброго.